Нередко после аварии ЧП пострадавшим жизненно необходимо переливание крови. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. В преддверии праздника в Мурманске наградили самых активных людей, которые регулярно сдают компоненты крови. Накануне Национального дня донора в областном центре переливания крови поздравили победителей конкурса «Лучший донор Мурманской области» 2023 года. В номинации «Семья донора в крови и ее компонентов» победителем стали и Нюткины. У меня родители оба почетные доноры, уже являются им много лет. И я, как мне исполнилось 18 лет, тоже стала сдавать кровь. У меня был пример семьи. То есть я смотрела, мне мама рассказывала, что потом приходит и СМС, что кровь кому-то переливают. И мне, наверное, это больше подкупило, что не скажу, что это прям какой-то подвиг, но все равно приятно становится, что ты можешь кому-то оказать помощь в такой сложной ситуации жизненной. О важности сдачи крови, как никто другой, знают сотрудники скорой помощи и самого центра переливания крови. Светлана Кириленко работает заведующей выездной бригадой станции. Они выезжают на забор крови даже в самые дальние уголки региона. Например, недавно вернулись из Кандалакши, где взяли кровь у 75 человек. Однако не весь материал можно использовать для переливания пациентам. После того, как мы привозим кровь на станцию, ну или та кровь, которая заготавливается на станции, она вся проходит апробацию, проверяется на все инфекции, которые передаются кровью. Естественно, переливаем только кровь, выдаем в лечебное учреждение, которое абсолютно не содержится в себе никаких опасностей для пациента. Сотрудники выездной бригады станции переливания крови в год совершают до 5000 донаций, а сам центр еще больше. Для всей нашей страны есть один значимый праздник, как национальный день донора, или мы называем день милосердия и гуманизма. И прийти слова, в первую очередь, нашим донорам, которые не знают совершенно людей, кому не дают свою кровь, но не по зову сердца и души идут, отдают кровь, чтобы помочь тем людям, которые попадают в такие тяжелые ситуации. Ежегодно более миллиона граждан России сдают кровь и ее компоненты на постоянной основе. И с каждым годом все больше людей присоединяются к донорскому движению в Мурманске и по всей стране.